Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу за воскресный день. Я бы хотел прочитать текст или поразмышлять над текстом, который записан в послании к римлянам. С третьей главы будем читать с девятого текста. Братья и сестры, хорошо, если у нас есть Библия, и мы можем открыть этот текст. Можно высветить, брат Андрей, послание к римлянам, третья глава с девятого текста. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. Так что заграждается всякий уста, и весь мир становится виновным пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познаем грех. Братья и сестры, до этого текста, а потом чуть-чуть дальше мне бы хотелось поразмышлять. Апостол Павел обращается к церкви и говорит, мы уже доказали. Что доказали? Что все под грехом. Первая глава послания к римлянам. Апостол Павел доказывает, что язычники все грешники. Братья и сестры, и если посмотреть на эту главу, мы видим то, что они поклоняются твари. Они заменили естественное противоестественным. Они впадают в различные грехи, и это делает их виновными пред Богом. И Божий гнев грядет на них. Грешники, язычники. Хорошо. Вторая глава говорит о том, что и иудеи грешники, те, которые молятся и говорят, что Господи, благодарю Тебя, что я еврей. Братья и сестры, как евреи молятся? То, что я родился не девочкой. То, что я родился не язычником. Благодарю Тебя. А апостол Павел говорит, и иудеи, и вы грешники тоже. Потому что, если вы одну заповедь нарушили, хоть бы одну, вы весь закон нарушаете и становитесь виновным перед Богом. Вы судите язычников, что они грешники. Вы сами тоже грешники. Итак, апостол Павел доказывает, что иудеи тоже грешники. Те, которые считали, что закон исполняли. На самом деле, братья и сестры, нарушали закон. И этим самым все становятся виновны перед Господом. И здесь апостол Павел приводит цитаты из Псалма. Псалом 13 и Псалом 52. Что нет праведного ни одного. Братья и сестры, я посмотрел на этот Псалом. И когда апостол Павел перечисляет, то мы здесь видим вот такие категории. Грехи. В каких направлениях совершаются грехи. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Человек согрешает в разуме своем. В разуме согрешает. Мысли злые, помышления, осуждения. Зло пред Богом. Человек согрешает в разуме. Дальше здесь мы встречаем то, что язык. Горта них открытый гроб. Обманывают языком своим. Братья и сестры, человек согрешает языком своим. Клевета, плохие слова, скверные слова, ложь, обман, грех языка. Дальше мы читаем то, что есть ноги, руки, которые спешат делать зло. Я это замечаю в своих детях. Маленькие уже, а ручкой так и тянется. Кого-нибудь раз ударить. Братья и сестры, и еще здесь сказано, глаза их. Нет страха Божьего. И таким образом апостол Павел говорит то, что весь человек от подошвы ноги до темени головы пропитан грехом. Нет праведного ни одного. Братья и сестры, ну мы скажем, ну это грешники. А как мы? Как мы? Мы-то, иногда, братья и сестры, вот когда членское собрание идет принимать крещение, мы пытаемся разобраться, человек вообще возрожденный или он воспитанный. Может быть, хорошо воспитанный, вырос вот в такой хорошей среде христианской, дети верующих родителей, но вот так и не понял, что он грешник. Грешник. Братья и сестры, когда-то я был таким, считал себя хорошим и праведным, но, знаете, это состояние мне не давало радости. Вроде все правильно делаешь, хороший, хороший, достойный принятия крещения, достойный неба, но радости нет. Братья и сестры, пока Господь мне не показал то, что и ты тоже грешник, нету в тебе доброго. И даже те какие-то добрые дела, они как часто у нас пропитаны плотью, плотью. Нет праведного ни одного. И если, братья и сестры, апостол Павел говорит, что все становятся виновны перед законом. Закон, если каждому нас приложить, как стандарт, непрохожий и непроходишь. Братья и сестры, хорошо, мысли наши, я думаю, что и я, и каждый из вас не могут сказать или сказать, что Господи, я в мыслях не виновен перед тобой. Нет, не можем сказать. А в устах, братья и сестры, и в устах встречается неправда. Иногда сознательная, а иногда несознательная встречается. И руки наши где-то, и ноги наши запачканы в грехе. И глаза наши, братья и сестры, мы можем засвидеть на себе, что переступаем границы какие-то. Итак, апостол Павел говорит, что весь мир виновен пред Господом. Братья и сестры, и закон, он как раз и показывает то, что... Посмотри сюда, проходишь по этим стандартам? Не проходишь. Закон, как зеркало. Он показывал, что человек не может. Грешный. Братья и сестры, как быть Господу? Бог в своей природе, святой Бог. Бог в... Его не просто святость, как у нас. Святость, что такое святость? Это безгрешность. То есть, Бог не просто как... Не такой, как мы. Что Он не имеет греха. Нет, Он в природе святой. Его святость, она активна. Он... Любой наш грех, любое наше согрешение, это посягательство на Божью святость. А Бог не потерпит ни малейшего греха. И написано, что возмездие за грех – смерть. Бог не может теперь закрыть глаза на грех. И сказать, ладно, ну это потому, что Он греховный, у него природа. Нет, это Его касается, Бога касается. Это задевает Его святость. Братья и сестры, и Бог наш справедливый. И теперь апостол Павел говорит то, что все согрешили и лишены славы Божией. Братья и сестры, я когда размышлял, думаю, как себе представить вот этот момент. Я так нарисовал себе в своем воображении какую-то комнату такую длинную, холодно в этой комнате, мрачно и темно. И в этой комнате такая длинная скамейка. И мы можем увидеть там все те, кто не проходит по Божьему стандарту, не проходит по закону. Закон – это эталон Божьей святости. И вот Господь к нам прикладывает. Брат Антон, проходишь по мыслям? Не прохожу, садись сюда. Братья и сестры, и мы там сидим, и соседи мы там увидим. Ну мы скажем, ну соседи точно там, или неверующих людей, коллеги по работе, когда мы знаем, что грешники. Братья и сестры, ну и к нам, если приложить, мы тоже грешники. И вот большая длинная скамейка, и все сидят. Братья и сестры, что за состояние? Состояние вины, отчаяния, безнадежности. Если виновны, это посягает, задевает Божью святость, а Бог не может закрыть глаза. Ну ладно, ладно, давайте, забыли, забыли, я забыл, и вы забыли, все. Нет, нет, Бог справедливый, и Его святость должна быть удовлетворена. Написано, возмездие за грех – смерть. Однозначно должна быть смерть. Кто согрешил? Ты – смерть тебе. И все-все, кто не прошел в эту дверь закона, братья и сестры, другая дверь – приговор, осуждение. Братья и сестры, вот в таком состоянии оказался человек. В таком состоянии оказались мы. Евангелие, оно состоит из трех частей – осуждение, оправдание и освящение. Братья и сестры, и вот по первому пункту осуждения мы все осуждены, все. Нет праведного ни одного. Братья и сестры, и вот в таком состоянии оказался весь мир. Примерно в таком же состоянии будет человек находиться в аду, перед тем, когда будет вброшен в озеро огнен, когда он понимает, что виновный и сделать ничего не может. Братья и сестры, но 21 текст проливает свет. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Братья и сестры, 21 текст, он как объявление, как будто бы вот в эту комнату вдруг открывается дверь, но ныне, независимо от закона, независимо от того, что ты приговорен, ты осужден, независи теперь от этого, от твоего состояния, явилась правда Божия. Братья и сестры, это добрая весть, это радостная весть, евангельская весть. Теперь, если я не прохожу по закону, независимо от закона, теперь другой выход есть для человека. Братья и сестры, сказано, правда Божия явилась. То есть, не от человека это явилось, это сверху, это Евангелие, это добрая весть, это благая весть, это радостная весть. Правда Божия, братья и сестры, и здесь предлагается выход для безнадежного человека. В этой двери Иисус Христос. Правда Божия. Братья и сестры, и здесь соединяется человеческая нужда, безвыходность, такое состояние безнадежное, и Божия полнота, Божия благость, Божия красота. Братья и сестры, мы сказали то, что Бог по своей природе святой, и Он не потерпит греха, не потерпит. Если Он смирится с грехом, значит пострадает Его святость. Бог этого никогда не сделает. Никогда не сделает. В то же время, Бог любит человека, любит грешника, и хочет, чтобы грешник спасся. Написано, помышляет, чтобы спасти грешника. В Иезекииле сказано, не хочу смерти грешника. Как, чтобы совместилось вот эти две Божьих природы? Если Бог закроет глаза, проявит любовь, значит святость пострадает. Если накажет по всем стандартам, значит Божия природа, любовь, как с ней быть? Братья и сестры, и удивительно. В Иисусе Христе совместилась и Божья святость, и Божия любовь. Явилась правда Божия. И сказано, через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Итак, братья и сестры, есть возможность, есть выход для человека. Этот выход предложил сам Бог. Он инициатор этого. Явилась правда Божия. Божия, Евангелие. И написано, для всех, братья и сестры, сегодня Запад исповедует кальвинизм. Кальвинизм, это говорит, когда Бог определенных людей спасает. В эту дверь определенное количество только могут войти. Нет, написано, для всех и во всех. Какое условие? Верующих. Те, кто поверил в Иисуса Христа, в жертву, которую Бог будет предлагать, в эту дверь, тот может выйти с этого состояния. Ибо так возлюбил Бог, дабы всякий верующий, все абсолютно, какой бы ни был грешник. Братья и сестры, удивительно. И мне бы хотелось посмотреть на эту дверь. Что Господь предлагает? Что за правда Божия, которая открывается нам в Иисусе Христе? Братья и сестры, 24, 25 и 26 текст, это текст, который надо выучить, выучить каждому, потому что это основа нашей веры. Мы этим спасаемся. Давайте посмотрим. Брат Андрей, высвятите тексты. 24. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, и к показанию правды Его в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Братья и сестры, сложный текст, но очень емкий. Давайте мы на него посмотрим. Немножко посмотрим так внимательно на этот текст. Попытаемся посмотреть, что здесь апостол Павел о чем повествует. Братья и сестры, 24 текст, «Получая оправдание даром». Мы в этих текстах встречаем таких три слова. «Оправдание, искупление и умилостивление». Братья и сестры, и вот апостол Павел пишет, «Получая оправдание даром». Мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели на определение «оправдание». Что это за слово? О чем повествует апостол Павел? Братья и сестры, посмотрите внимательно на этот текст, на это определение. «Оправдание – это действие Бога, правового характера, совершая, которое Он объявляет верующего свободным от вины и делает его праведным перед Божьим законом». Братья и сестры, другими словами, Бог объявляет нас невиновными. И это действие со стороны Бога, Он – это Его инициатива. Он объявляет нас невиновными. И это действие правового характера. Что значит правового? Братья и сестры, вот это положение невиновным. У невиновного есть права. И человек невиновный может рассчитывать на эти права. Ему принадлежит свобода. Он может пользоваться правами невиновного. Один человек заключен в темнице. У него нет прав. У него права виновного. Он не может пользоваться правами невиновного. Свобода, все благословения, которые может испытывать человек. Но Бог нас делает невиновными и дает на это право, и мы можем пользоваться правами невиновного. Братья и сестры, как нам Бог отменяет смертный приговор и дает нам такое новое положение, невиновен. Братья и сестры, читаем 24 текст, получая невиновность даром. Что значит даром? Получая вот этот новый статус невиновности бесплатно, как подарок, даром, незаслуженно. По благодати Его. Что значит по благодати? По доброму расположению к нам, по доброте Божией, по милосердию Божию, по человеколюбию Божию. Братья и сестры, почему Господь нам дал вот этот подарок невиновности? Потому что добрый, человеколюбивый и благостный Господь. Но, братья и сестры, мы понимаем то, что на основании чего? Просто так Бог не может сказать, что я забываю ваши грехи, все. Вы невиновны, я все забыл. Нет. Оправдание на основании чего? И мы читаем. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Итак, нам дается оправдание или невиновность в результате искупления. Братья и сестры, и вот новый термин перед нами. Искупление. Что такое искупление, Андрей, пожалуйста. Последующий термин. Искупление – это опять действие Бога, который выполняет, чтобы примирить нас с собой и восстановить дружбу с нами через снятие с нас вины за грех, благодаря заместительной жертве Иисуса, который взял на себя нашу вину. Братья и сестры, искупление. Это оправдание нам дано благодаря искуплению. Искупление совершает Бог, когда Иисус Христос берет на себя нашу вину, а его правильность дается нам. Братья и сестры, написано, для чего искупление? Для того, чтобы восстановить с нами отношения. Чтобы мы опять стали в союзе с нашим Господом, с Богом, святым. Но человек с виною. И значит, вина-то есть. Кто должен искуплять вину? Братья и сестры, искупать вину должен человек виновный. Если я огорчил свою жену, стал виноватый перед ним, я должен наладить эти отношения. Я должен что-то предпринять, чтобы опять между нами восстановились добрые отношения, союз друг с другом, братья и сестры. И по сути, мы должны искупать свою вину. Мы. И это справедливо. Но если я буду искупать свою вину, значит, я должен умереть. Мне смерть. Потому что возмездие за вину, грех, смерть. Братья и сестры, когда вас восторжествует святость Бога? Когда я умру, когда я буду наказан, когда меня Господь уничтожит, Бог успокоится. Его святость восторжествует. Значит, грех наказан. Но тогда мне нет прощения. Тогда я погибший навеки. Братья и сестры, и удивительно. Бог, написано, Иисус предложил. Чтобы Бог предложил Иисуса Христа, Он будет искупать. Иисус Христос будет искупать. Мой Сын будет искупать. Мой Сын. Для того, чтобы мне с вами восстановить дружбу, общение, взаимоотношения, у вас не должно быть вины. Она у вас есть. Вы можете платить? Нет, вы не можете платить. Будет платить мой Сын Иисус. Братья и сестры, 25 текст. Которого Бог предложил в жертву умилостивления. Братья и сестры. Искупить – это плата. Это платить. Для чего платить надо? Платить надо за грех. И Бог предложил Иисуса. Он будет платить. Мы читаем 25 текст. Которого Бог предложил в жертву умилостивления. Братья и сестры, что такое умилостивление? Еще один термин, брат Андрей. Умилостивление – это происходит когда? Когда Божий праведный гнев утоляется или отвращается через смерть своего Сына на кресте. Итак, для того, чтобы Божий гнев утолился, прекратился, нужна смерть. И Иисус Христос вместо нас искупает нашу вину. Братья и сестры, мы читаем в крови его для того, чтобы Бога умилостивить. Здесь мы говорили, нужна смерть, нужна кровь. Братья и сестры, в Ветхом Завете мы читали, когда бы те разбирали то, что душа человека и душа животного в крови. Для того, чтобы утолился гнев Божий, должна пролита кровь. То есть, должна быть смерть. И смерть должна быть насильственна. Братья и сестры, и животные, которые велись в Ветхом Завете к жертвеннику, когда человек согрешил, он ввел агнца. И нужно, чтобы пролита была кровь. То есть, погибало животное насильственно, не своей смертью, насильственно, чтобы Бога удовлетворить. Братья и сестры, если бы мы понимали, мы, может, иногда себе попускаем какие-то грехи, а грех, он равнозначен жизни. Равнозначен жизни. Чтобы грех перед Богом загладить, должна быть смерть. Должен кто-то лишиться жизни. И вот Бог предложил, чтобы умилостивить, утолить свой гнев Иисуса Христа. Его драгоценная причистая кровь была пролитая. И тогда написано, Божия правда воздрежуствовала, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Андрей, высвети текст сам, 25-й. Которого Бог предложил в жертву в крови Его через веру для показания правды Его. Братья и сестры, для того, чтобы Бог продемонстрировал свою правду или праведность, теперь Бог, Иисус Христос заплатил за нашу невиновность, Божия святость. Теперь Бог демонстрирует. Я восторжествовал, моя святость не пострадала. Праведность продемонстрировала всем. И в то же время продемонстрировала то, что любовь, любовь грешнику была явлена. Правда Божия. Для показания правды в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. То есть, жертва Иисуса Христа, она удовлетворила грехи, которые были соделаны до, во времена Ветхого Завета, до пришествия грехов. Написано, для показания правды в прощении, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. То есть, Бог терпел, Бог долго терпел, Его ярость готова была излиться, но Бог терпел. И теперь, когда жертва Иисуса Христа, она была уплачена, вина была заплачена, Бог умилостивился, и эти жертвы, она распространяется и на прежние грехи, которые были раньше соделаны, благодаря жертве Иисуса Христа. И дальше читаем. И к показанию правды Его в настоящее время. И в настоящее время, братья и сестры, те, кто уповают на эту жертву, и сегодня грехи также прощаются. Для показания правды Его в настоящее время доявится Он, то есть Бог праведным, в то же время и святым, наказывающий за грех тех, кто писал, тот, которого не пощадил Сына Своего, и оправдывающим, и в то же время милостивым Богом, любящим Богом, тот, который дает невиновность верующим в Иисуса, сказано так, 26 текст, верующего в Иисуса. Братья и сестры, в этом тексте заложено удивительное Божие Евангелие. Добрая весть написана, явилась правда Божия. Это Бог соделал. Братья и сестры, инициатор оправдания Бог, инициатор искупления Бог, инициатор умилостивления Бог, и жертва, которая должна была, чтобы умилостивить нашего Бога Святого, опять Господь. Удивительно. Братья и сестры, можно ли сегодня, можно ли сегодня не верить? Можно ли сегодня попускать себе грехи? Можно ли сегодня плохо совершать служение? Плохо относиться к святости? Плохо относиться к нашему Господу. Плохо вообще быть таким слабеньким христианином. Можно ли так делать? Когда, братья и сестры, все были подвиновными. И Бог проявил великое человеколюбие, инициатива. Нам бесплатно, нам даром по благодати Божией. Но для Господа это было не даром. Это была высочайшая цена. Братья и сестры, и мы поймем больше, когда мы будем там на небесах, вот весь этот подвиг Иисуса Христа, что Он достался для Бога. Это был Его единородный Сын. А Господь говорит, все единородные первенцы – это Мои первенцы, никому Я не отдам. Но Бог расстался со Своим первенцем ради нас, чтобы нас искупить. Нас, братья и сестры. И вот апостол Павел подводит черту. Всем безнадежным, всем, кто погряз в грехах. Удивительное средство Бог дает. Вот Иисус Христос. И написано, тот, кто верует в Иисуса Христа, Бог оправдывает и дает невиновность. Братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы мы помолились. Сегодня мы вспоминаем действия нашего Господа, Иисуса Христа, великую жертву. Мне бы хотелось, чтобы мы Господа прославили. Много доброго сказали в адрес нашего великого Господа. Братья и сестры, мне хотелось, чтобы и я, и все, каждый из вас был очень осторожен. Следующий момент. Мы говорили об осуждении, об оправдании, а есть освящение. То есть теперь, получая такое положение невиновно, как должен я себя вести, как я должен свою жизнь проводить сегодня, если мне праведность дана Христова, Его, божественная праведность. Как должен я, могу ли я сегодня погружаться в эту суету с головой, так слабенько помышлять о Господе, быть таким слабым христианином, постоянно поражение за переражение, Слово Божие не читать. Братья и сестры, плохо совершать служение. Могу ли я это делать? Нет, нет, нет. И человек, который понял, оценил подвиг Иисуса Христа, братья и сестры, гореть будет. Он будет гореть для Господа. Он будет... Господи, что мне сделать, чтобы быть святым? Как мне Тебя отблагодарить? Как Тебе соответствовать этой праведности? Дорогие братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы мы были такими, похожими на нашего Господа Иисуса Христа. Слава нашему дорогому великому Господу. Аминь. Помолимся.